У нас сегодня лекция про операционные системы и на очереди разговор про то, как они загружаются до того, как они загружаются. То есть, что происходит на компьютере перед тем, как, собственно, начнет работать операционная система. Помните, мы с вами в прошлом воркшопе, который у нас был вместо лекции, ставили в VirtualBox штуку. Вот он, этот VirtualBox. Давайте я его перетащу на экранчик, чтобы был рядом. Значит, давайте пробежимся по настройкам. Я грешным делом думал, что тут много таинственного для нас с вами. Оказалось, немного. В общих настройках вообще ничего, кроме описания. В принципе, тут есть такая штука, как общий буфер обмена, который имеет смысл включить. Тогда в некоторых случаях у вас будет работать копипаста из VirtualBox обратно. А еще можно включить Drag & Drop, но я, честно говоря, никогда не пробовал, но можно попробовать. Вот. Эта штука работает при условии, что у вас на гостевой системе есть вещь, которая это может понимать. Ну, да ладно, может быть и заработает. Вот. Более интересный раздел, который называется «Система». Здесь мы описываем всякие внешние устройства, которые у нас есть. Как видите, я в прошлый раз еще удивлялся, есть гибкий диск. Вот. Оптический диск, жесткий диск, бла-бла-бла. На самом деле, жесткий диск надо поднять. Что это такое? Это все не реальные устройства, как правило, а так называемые образы. То есть файлы в вашей операционной системе, хост-системе, как она называется? Не знаю, ну, короче, хост-системе. Вот. Которые делают вид, что они жесткий диск, гибкий диск, оптический диск и так дальше. Вот. В этом смысле как раз имитация внешнего носителя под названием оптический диск, то бишь сидюка или дивидюка, нам очень помогла, потому что мы просто скачали образ, который надо было бы записать на этот самый дивидюк. Вот. Но, значит, вместо этого подсунули его в виртуальной машине, она отлично с него загрузилась. Вот. Надо сказать, что нынче модно делать образа так называемые комбинированные. То есть это такой файл, который, если вы закатаете на CD или DVD, будет восприниматься как образ CD. Вот. А если закатать на флешку, будет восприниматься как образ флешки. То есть там в силу некоторых особенностей загрузки с этих двух различных устройств, можно устроить так, чтобы и то, и то работало. Вот. Гибридный, так сказать, образ. Тут еще кнопочка есть загрузка по сети. Я очень люблю эту тему, но не сейчас, и не факт, что мы до нее доберемся. Вот. Если кому очень интересно, можно почитать. На сайте у нас, на altlinux.org, есть большая-большая статья на тему того, как наши дистрибутивы грузятся по сети. Вот. Что еще интересно? Интересно, что виртулбокс умеет имитировать какой-то чипсет. Чипсет, напоминаю, это набор различных контроллеров на материнской плате, на системной плате, которые занимаются там дисковые контроллеры, внешний контроллер памяти. Короче, вот вся вот эта машинерия, про которую мы говорили в втором модуле. Вот. Их тут два, можно переключить, но лучше не надо. Довольно забавно, что вместо мыши используется нечто, что имитирует планшет, то есть устройство с абсолютным позиционированием. Почему это удобно? Понятно. У нас, поскольку виртуальная машина запускается в окне, то если мы пытаемся имитировать мышь, то есть устройство с относительным позиционированием там внутри, то ситуация, когда у нас мышка идет по экрану гостевой системы, потом внезапно заходит в окно эмулятора, может привести к тому, что курсор-мыш появится в совершенно любом месте этого эмулятора. А так мы делаем вид, что у нас настоящий планшет, и что положение мыши в точности соответствует положению указателя на планшете. Поэтому, когда мы попадаем в курсор мыши в поле действия, в окошко эмулируемой операционной системы, он продолжает свое движение. Вот, что еще интересного здесь? Я поставил два процессора. Да, и тут вот все по умолчанию, но надо понимать, что в отличие от той ситуации, когда мы эмулировали принципиально другую архитектуру на наших операционных системах с помощью эмулятора QEMU, QEMU он в паре с паравиртуализатором QEMU отлично работает. Я использую именно его, именно поэтому я в прошлый раз так путался в VirtualBox, потому что я давно в него не тыкнул. Вот, но когда вы используете режим полной эмуляции, понятное дело, что это работает очень медленно. VirtualBox, так же как QEMU с QEMU, в режиме полной эмуляции работает довольно быстро, потому что, не полной эмуляции, как раз наоборот, в режиме паравиртуализации работает довольно быстро, потому что на самом деле большая часть кода выполняется просто на процессоре гостевой хозсистемы. Эмулируется только внешнее устройство, значит, работа супервизора, ну, короче говоря, эмулируется ровно то, чего нельзя давать обычному приложению выполнять. И то, для того, чтобы все это работало еще быстрее, в гостевую систему ставятся специальные драйверы, например, для прокидывания доступа к памяти прямого, чтобы не нужно было имитировать еще и работу памяти, ну и так дальше. В общем, это довольно быстрая штука, я думаю, вы оценили делать домашние задания. Значит, что касается дисплея, тут тоже есть несколько волшебных штук, но я про них рассказывать не буду, это удаленный доступ и запись. А расскажу вот про что. Обратите внимание, что у нас есть несколько разных видеокарт, вот, и по умолчанию используется какая-то совершенно непонятная под названием VM-SVG, вот. Фишка состоит в том, что раньше пытались имитировать вот эти самые виртуальные машины, пытались имитировать какие-то существующие видеокарты, очень старые. Как сейчас помню, карта под странным названием Циррос Ложек. Вот. Видимо, она была самая простая. А потом до всех дошло, что виртуализация и имитация, эмуляция, это не такая удобная штука, как паравиртуализация, то есть предоставление виртуализированного устройства, но не похожего ни на что реального, а оптимизированного под то, чтобы быть виртуальным. Вот ровно таким устройством является та видеокарта, которую видит наша гостевая система. Вот оно такое. Так. Вот здесь вот интересное, ну так, условно интересное. У нас есть жесткий диск, вот он, который имитирует интерфейс SATA. И его образ лежит вот тут вот видно, вот тут вот видно в... Вот, вот в этом каталоге. Вот. Значит, что касается жесткого диска. И образ, образ сидюка, с которого мы и ставились. Вот. Где-то тут я, минуточку... Да, тут вот я поставил жесткий диск первым в загрузке, чтобы мы не пытались загрузиться с сидюка заново. Вот. Имитация аудиокарты, имитация сети. С имитацией сети ситуация следующая. Обратите внимание, что тут написано волшебное слово «но». Поскольку я понял, что у нас с сетевыми технологиями не очень, и вдаваться в эту область я пока не буду, потому что у нас тема другая. Я с удовольствием прочту курс по сетевым технологиям, но потом, не сейчас. Но надо сказать несколько слов про этот самый NAT. Вернее, вот такой способ работы виртулбокса. Возможно, мы его еще потыкаем палочкой. Возможно, нет. Возможно, потом потыкаем. Значит, идея вот в чем. Как виртуализировать сетевое устройство? Это не такая простая штука. Самый простой способ – это взять и прокинуть какие-то странные ручки до настоящего сетевого устройства вашего компьютера и сделать так, чтобы ваши машины его как бы разделяли. Это, в принципе, можно. В случае Linux – это относительно несложная штука, потому что Linux, в принципе, умеет имитировать так называемый бридж на сетевом устройстве. То есть он может свой сетевое устройство запускать в таком режиме, что оно принимает абсолютно все пакеты, а не только свои, и раздает их тоже, значит. И, соответственно, если вдруг получается так, что эти пакеты предназначены не нашей машине, а вот виртуалке, то оно передает их в виртуалку. Это называется бриджевать с сетевой карточкой. Вот. Это, в общем, хороший метод с двумя исключениями. Исключение первое – он требует некоторых усилий со стороны операционной системы, потому что это с правами суперпользователя. Нужно драйвер ставить, нужно, значит, к этому драйвер цепляться и так дальше. Вот. И второе – в принципе, не рекомендуется запускать без нужды вашу обычную машину таким образом, что у вас, значит, ваша сетевая карта работает в таком режиме бриджа, потому что это означает, что она будет принимать абсолютно все пакеты из сети, и все эти пакеты будут обрабатывать ядро. Я, может быть, не сказал в лекции, посвященной сетевым технологиям, но, в принципе, Ethernet работает не так. Ethernet на уровне самой сетевой карты, на уровне аппаратном, просматривает те фреймы, которые к нему приходят, и просто игнорирует фреймы, не являющиеся широковещательными и не направленные непосредственно на эту сетевую карту. Вот в режиме бридж это не так, и это означает, что у вас будет ядро, грубо говоря, жевать весь трафик, который у вас по сети ходит. Это, в общем, не рекомендуется. Хотя это так тоже можно делать. Я так делал, у меня, в общем, работает, ну, просто, ну, некоторая нагрузка. А вот режим NAT, он очень смешной. Он устроен следующим образом. Внутри вашей виртуалки, точнее, в той части виртуалбокса, которая поддерживает запуск виртуалки, наличит некоторая невидимая внешним миром внутренняя виртуальная сеть. То есть полноценный сетевой интерфейс, полноценная локальная сеть, внутри которой можно запустить несколько компьютеров этой самой локальной сети. Но в действительности ни в какую реальную сеть, вот, аппаратную, это все не выходит. Эти компьютеры могут, виртуалки могут общаться между собой по этой локальной сети, а наружу не видно ничего. Это называется режим внутренняя сеть. Режим бриджа называется, естественно, сетевой мост. Вот. А вот тип подключения NAT состоит в том, что вот эта самая внутренняя сеть снаружи не видна, то есть мы не можем подключиться к нашей машине или к нашим машинам, состоящим на одной внутренней сети. Но, когда вы из этой внутренней сети хотите получить доступ наружу, вам имитируют маршрутизатор, мы это сейчас увидим, вам имитируют сетевую настройку автоматическую, и с точки зрения хост-системы все выглядит так, как если бы программа VirtualBox порождала некоторый сетевой трафик, ходила в интернет, броузила, вот это все. А в действительности там две ступеньки. Ваши приложеньки внутри вашей операционной системы ходят в интернет, броузят и вот это все. Потом они идут к этому виртуальному маршрутизатору, он их просто поедает все эти сетевые пакеты, а дальше программа VirtualBox с этими самыми пакетами ходит наружу. Единственное, что надо сделать, это преобразовать те адреса, которые вам показали, виртуальные, в обычные, что, собственно, и делает технология Network Address Translation, поэтому этот тип подключения называется NAT. То есть это такое быстрое для бедных подключение, которое не требует никаких усилий со стороны вас, как администратора, и которое работает с точки зрения внутренней, с точки зрения гостевой системы замечательно, а с точки зрения внешней такая проблема, что попасть внутрь вашей операционной системы, скажем, с помощью протокола ССХ, просто так нельзя. Нужно делать так называемое перенаправление, но об этом потом, если успею. Ну, всякие железяки, вот. Есть такая штука, как общие папки, не буду про них рассказывать, хотя это крайне удобная штука. Идея состоит в том, что вы можете сказать, что вот, не буду про них подробно рассказывать, вы можете сказать, что вот такой-то каталог является общей папкой, а потом изнутри операционной системы ее смонтировать, как сетевой носитель и работать с ней. Вот. В общем, ничего, ничего военного. Давайте ее запустим, и будем следить внимательно за тем, как происходит загрузка операционной системы. Я вот тут думаю, может быть, мне начать с бла-бла. Да, пожалуй, я начну с бла-бла. Значит, в смысле с разговором про эту тему. Значит, где-то у меня в книжке, который, по-моему, уже очень много лет, ну, больше 15 точно, где-то у меня в книжке есть разговор про досистемную загрузку. Вот она. Да. Вот. Есть разговор про досистемную загрузку. Он неплох, но он посвящен, скажем так, довольно старым методикам, которые, в общем, сейчас устарели, и заменились на новые, более сложные. Поскольку старые более простые, то, наверное, давайте начнем со старой, потом посмотрим, как это выглядит в Real Life, а потом посмотрим, значит, что же там поменялось. Вот представьте себе, вот наш компьютер, да, где он? Вот мы его включаем. Тыдыщ. Как так вообще получается, что какие-то программы начинают работать? Ну, потому что мы включаем, там оперативная память, она, в общем, только что была выключена, в ней ничего нет. Но, тем не менее, что-то начинают работать, какие-то программы. Ну, правильный ответ, постоянное запоминающее устройство, из которого, значит, копируется в оперативную память кусок программы, или просто мапится с помощью memory mapping, и начинает оттуда выполняться. То есть, в каждом компьютере гвоздиками прибит какой-то адрес, который соответствует адресу ПЗУ, ну, или скопированный из ПЗУ в АЗУ куска кода, который делается аппаратно, начиная с которого, при включении компьютера, он выполняет какую-то программу. То есть, эта программа пробита навсегда в постоянном запоминающем устройстве. Ну, что там за программы могут быть? Ну, те, которые проверяют, например, состояние железа, или еще что-то. Ну, нас интересует сейчас загрузка, вот, и в этом самом ПЗУ должен быть загрузчик. То есть, некоторая программа, которая позволяет нам загрузить операционную систему. Ну, если бы все так было просто. Понятное дело, что загрузчик в ПЗУ ничего не знает про ту операционную систему, которая у вас установлена на компьютере. Их может быть несколько. Я могу в какой-то момент показать, что у меня их несколько. Да? То есть, фишка состоит в том, что идея делать, прошивать в постоянное запоминающее устройство какой-то код, который будет прямо грузить вам в операционную систему, это очень плохая идея. Ну, кстати, нет. Кстати, нет, потому что, ну, например, какие-нибудь игровые консоли, а игровые консоли, в общем, не такая уж, не такая уж и, ну, только не Xbox, конечно. Но в том смысле, что в Xbox наверняка есть какая-то операционка. Значит, игровые консоли не такая уж и медленная штука, на самом деле. Потому что там очень приличный GPU, да, и вот это все. Они как раз так устроены, что вы в них втыкаете картридж, это и есть ихняя ПЗУ. И то, что оттуда загружается, это и есть ихняя операционка. То есть, наверное, вот в компьютерах такого формата как раз в ПЗУ есть загрузчик всего, включая операционную систему. Окей. Мы, наверное, так не хотим. О чем мы хотим? Мы хотим, чтобы загрузчик, который в ПЗУ загружал нашу операционную систему, которая записана на каком-то внешнем устройстве. То есть, из одного шага загрузить операционную систему, мы перешли к двум. Сначала загружается загрузчик, а этот загрузчик должен загрузить операционную систему. Ну, как обычно. Это, конечно, хорошая идея, но нет. Потому что это только усложняет понятие загрузчика в ПЗУ. То есть, смотрите, у нас на одном единственном устройстве, которое, собственно, постоянно запоминающее, должен лежать какой-то код, который понимает все виды дисков, все виды, значит, флешек, все виды седюков, там, из сети умеют грузиться, вот это все. Что-то какая-то бредязь, да, это какой-то немыслим. Это нам надо сразу операционную систему тогда туда кладить. Вот. Все виды исполняемых файлов, все виды загружаемых файлов. Ну, то есть, операционная система нужна. Что делать? Вводить второй уровень косвенности. Итак, у нас есть загрузчик в ПЗУ, который умеет, действительно умеет распознавать некоторое количество внешних устройств, с которых можно загрузиться. Это, в первую очередь, диски разного вида, в том числе, например, там, не знаю, флешки, сидюки, ну, короче, разного вида диски. Вот. А еще иногда это сеть. Да? То есть, вот, наш загрузчик умеет, дает нам выбор и позволяет выбрать, с какого устройства мы собираемся грузиться. Диск, диск, сеть, сидюки. Что происходит дальше? Ну, дальше ситуация такая, что знания этого загрузчика не бесконечны. Я прямо сказал, очень конечны. И то, что он может загрузить с этого внешнего устройства обычно небольшое количество блоков, лежащих подряд. Ну, потому что, ну, ну, а как? Ну, вот, если мы грузимся, ну, не знаю, там, с какого-то очень прихотливого внешнего устройства, которое эти блоки может только по одной штуке скармливать. Да? Значит, нам надо как-то научить наш этот первичный загрузчик в ПЗУ, вернее, нулевой загрузчик в ПЗУ как-то научить значит, эти блоки по очереди скармливать. Это значит, что мы опять должны обучить его работать с разными устройствами. Поэтому, будем считать, что загрузчик в ПЗУ умеет загружать только один сектор с нашего внешнего устройства. Что лежит в этом одном секторе? Очевидно, загрузчик специфичный для этого внешнего устройства. Вот, собственно, отсюда идет термин загрузочный сектор. Вот, потому что уж чего-чего, раз уж мы знаем о наличии внешнего устройства, считать оттуда один сектор мы точно можем. Первый уровень ПЗУ, второй уровень загрузченный сектор. Более того, мы, наверное, можем в этот сектор вписать какой-то простейший код, который сможет загрузить большую программу настоящей загрузчика. Это третий уровень косвенности. ПЗУ, загрузчик, располагающийся на внешнем устройстве, простейший, первичный, и вторичный загрузчик, который располагается на этом же внешнем устройстве, который уже произвольного размера, потому что, поскольку мы записали, например, наш загрузчик, ну, скажем, на жесткий диск, значит, он, этот загрузчик, знает, как прочитать много секторов с жесткого диска. Мы специально для этого его написали и положили в первый сектор. Или, если мы получаем загрузчик из сети, ну, вернее так, если мы загрузили сетевой загрузчик, то он, наверное, знает, как из сети считать больше, чем один пакет. Итак, первый уровень КЗУ, второй уровень один загрузченный сектор, он же первичный загрузчик, третий уровень так называемый вторичный загрузчик или загрузчик ядра. Понятное дело, что загрузить Операционную систему Это термин, в общем, неправильный Потому что операционная система Это процесс такой Программно-аппаратный комплекс Скорее, программный комплекс Который состоит из ядра Как мы выяснили недавно, демонов И вот этого всего Поэтому, как правило Первичный загрузчик загружает вторичный А вторичный загрузчик, он умный Он умеет шарить по диску Он умеет, например, загружать Несколько разных ядер Операционной системы Ну или несколько ядер одной и той же Операционной системы, или несколько ядер Разных операционных систем, это не важно Ну и в конце концов Он грузит ядро Раз, два, три, четыре Это уже ядро операционной системы Это уже старт Той темы, о которой мы сегодня не говорим Это старт, собственно, системы Вот Вот. Получается, как видите, три дополнительных уровня косвенности. Да? Где-то у меня тут это очень старый текст, а у меня где-то должна быть, должен быть более новый текст. Вот, мне кажется, что вот это правильное. Да. А, значит, вот это вот лекции 17-го года, они немножко такие странненькие, потому что они были про все, вот, в моем нелюбимом жанре впихать невпихаемые. Но, тем не менее, значит, в действительности все еще сложнее, потому что мы с вами, вот, всю последовательность того, как там в голове компьютера происходит загрузка, свалили в одну кучу и назвали загрузчик в ПЗУ. В действительности у нас есть сначала просто адрес, по которому надо пойти, потом подгружается так называемый firmware, это то, что есть прямо в процессоре, потом подгружается так называемый option ROM, это то, что есть в read-only memory, а уже после этого начинается последний загруз. Вот. Что нужно соблюдать для того, чтобы эта самая загрузка была нормальной? Соблюдать нужно независимость этих уровней. То есть, грубо говоря, пока мы находимся в, пока мы выполняем программу из ПЗУ, мы можем выбрать любое внешнее устройство и на этом все. И загрузить оттуда загрузочный сектор. Когда мы выполняем программу загрузочного сектора, мы можем, иногда можем, иногда нет, выбрать, какой из загрузчиков больших мы собираемся загружать, но, как правило, не можем. Как правило, там просто по цепочке загрузочный сектор, он теперь знает, где лежит настоящий загрузчик, загружает его. А больше ничего мы не можем делать. Когда мы выбираем большой загрузчик, в нем уже есть всякие менюшки, сейчас вам покажу. Значит, эти менюшки означают загрузить такую-то операционную систему, с такими-то настройками, с сякими-то настройками. Мы их там выбираем, опции загрузки, и дальше грузим уже, значит, ядро и работаем. Про независимость. Почему здесь важна независимость? Смотрите, предположим, что-то сделали с операционной системой. Новый уровень операционной системы. Ну, не знаю, там, ядро положили новое, передвинули. Как с ситуацией, что ядро раньше лежало с блока там 100500 по блок 100600, а теперь ядро лежит с блока там 7000 по блок 7100, как с этой ситуацией справится тот самый большой, красивый вторичный загрузчик? Он, что он знает? Он знает, в каких местах в блоках лежало ядро. Тогда он не справится с этой ситуацией. Он будет пытаться загрузить ядро с того места, где его уже нет. Возможно, оно там еще осталось, но оно там не работоспособное. Потому что, например, мы туда файлы записали, мы старое ядро удалили. Или же наш загрузчик должен быть быть маленькой операционной системой. И, например, мы говорим, что ядро не лежит с блока там 100500 по блок 100600, а что ядро лежит, извините, на вот том разделе диска в файловой системе, скажем, X3. И называется оно так. Что это значит? Это значит, что загрузчик должен понимать, что у диска есть разделы, а не только сектора. Должен уметь выбирать нужный раздел. Должен иметь драйвер файловой системы, чтобы, значит, посмотреть внутрь этой файловой системы, найти там файл по имени ядро и его загрузить. Понимаете, да? Значит, бывает примитивная загрузка. Вот в книжке, которая 2004 года, как раз описана примитивная загрузка с помощью загрузчика LULO. Он, по-моему, больше не используется. Вот. А бывает загрузка такая мозговитая. И чем мозговитее загрузка, тем сложнее программа загрузчик, тем больше шанс, что она будет работать как-то не так в разных случаях. Ну, понятно. Чем сложнее код, тем больше вариант его объема. Вот. Значит, большинство современных загрузчиков действительно устроено таким образом, что они... что они... маленькие операционные системы. Там есть драйвера. Там есть, например, драйвер для шифрования, чтобы можно было с шифрованной файлой системы загрузить ядро. Там есть драйвера всяких файлов систем. Там, ну, в общем, игры для них пишут, для загрузчиков. Можно загрузить вместо операционной системы игру. Вот. Ну, окей. Здесь возникает еще одна проблема, которую тоже надо решить. Смотрите. Вот у нас грузится ядро операционной системы. Ядро говорит, так, давайте посмотрим, какие железяки есть вокруг. Есть железяка такая, контроллер такой-то, контроллер секой-то, диск такой-то, диск секой-то. Поехали. Смотрите, Андрей, про ARM я рассказывать не буду. Тут вот у меня все время спрашивают про ARM. Не потому, что я там... Вернее так, по двум причинам. Во-первых, потому, что я не очень хорошо про него знаю. Ну, то есть, я убуд, конечно, трогал и немножко, да. А во-вторых, потому, что у нас совершенно нет времени. У нас, на самом деле, тематика уже пошла про операционные системы. У нас про загрузчик только одна лекция, извините. Такие дела. Посмотрите лучше на нашем сайте. Там все про Raspberry Pi написано. У нас вот вышел дистрибутив последний Raspberry Pi, кстати, работающий. Как раз, как раз Simply Linux, между прочим, который мы сейчас загружаем. Так, на чем я остановился? Ах, да. Значит, еще одна проблема. Проблема зависимости. Нет, проблем зависимости мы поговорили. Значит, проблема зависимости состоит в том, что если у нас функционирование более низкого уровня управляется с более высоким уровнем, ну, например, для того, чтобы загрузчик загрузил новое ядро, надо записать новый загрузчик. То это плохо, потому что мы написали новое ядро, новый загрузчик не написали, все сломает. Альтернативное состоит в том, что более низкий уровень должен быть очень крутым, чтобы распознавать объекты более верхнего уровня. Ну, например, вот, находить файлы в файл-эсисте. Еще одна проблема состоит в распознавании внешних устройств. Значит, еще раз, загружается ядро, ядро смотрит, какие внешние устройства у нас есть. И вообще говоря, задача ядра состоит в том, чтобы найти раздел, на котором лежит корень нашей операционной системы, смонтировать его, этот раздел, и запустить оттуда всю машинерию по системной загрузке. Окей. То есть, ядро должно быть такое уже умное, ну, ядро, конечно, гораздо умнее, как вторичный загрузчик. Знать, что такое разделы файловых систем, дисков. Кстати, знать драйвера, контроллеры всех дисков внешних, коих очень много. Знать, все файловые системы, на которых может быть корень нашей Linux-системы, типы файловых систем, коих тоже десяток, примерно. Короче, такое мощное развесистое ядро. Вот. И если все драйвера файловой системы это еще не страшно, то вот поддержка всех на свете контроллеров всех внешних устройств это, конечно, идея, ну, такая себе. Нет, ну, минуточку. Вы же скажете, что оно поддерживает все на свете контроллеров всех внешних устройств. Поддерживает, но немножко другим способом. Не все устройства засунуты в ядро, а большая часть из них засунуты в модули. Помните архитектуру цветочек? Там были такие штуки под названием модули. Ядро – это монолитная часть. Модули – это часть, которая к ядру прикомпоновывается. Ну, например, с помощью какой-нибудь утилиты InSmod. Попробуем ее сегодня вызвать. Я надеюсь, ничего не произойдет старше. То есть у нас есть ядро, которое знает основные базовые вещи. Память умеет ходить, еще чего-то. Возможно, там с видео умеет взаимодействовать, потому что иначе мы не увидим, что на нем написано. Или, может быть, не умеет работать только с компортом. Пожалуйста, так тоже можно. А вот всякие внешние устройства, коих миллион, диски там, контроллеры этих дисков, сеть, вот это все, по умолчанию в ядро не входят. Они входят в модули, и мы просто этот модуль подгружаем. И после того, как мы модуль подгрузили, бац, распознается новое устройство. Мы про это посмотрим. Есть подсистема, которая этим занимается в Linux. И можно там монтировать файловую систему с этого устройства, потому что модуль соответствующий подгружен. Можно назвать этот модуль драйвером. И здесь мы встаем перед проблемой курицы и яйца. Значит, смотрите, задача ядра найти раздел на диске, на котором лежит корень, и с этого раздела загрузиться. Но чтобы раздел найти на диске, на котором лежит корень, и загрузиться с него, надо а. иметь драйвер контроллера диска, б. иметь драйвер файловой системы, которые на этом диске как раз и лежат. Раньше из этого положения выходили так. Брали ядро и прикомпоновывали к нему все нужные драйвера. Каждый раз. Каждый раз, когда вы ставите систему, вы запускаете компоновку. Я помню, что где-то в прошлом тысячелетии была такая система Santa Cruz Operations с S.Co. Server. Она была совершенно закрытой, несвободной, ну, в достаточной степени юниксовой архитектуры, в которой все средства разработки, естественно, надо было покупать отдельно, они отсутствовали, а вот компоновщик был. Почему? Потому что для того, чтобы она вообще загружалась, надо было перекомпоновать ядро из тех модулей, которые нужны для загрузки. Ледуксоиды это люди не настолько трудолюбивые. Ну, вообще лень двигатель прогресса. Нам всем должно быть лениво делать такие вещи самостоятельно. Такие вещи должны происходить как бы сами собой. Поэтому Linux.Sodd придумали сколько там, четыре уровня вложенности, пятый уровень вложенности, который состоит в том, что функции вторичного загрузчика поделены на две части. Первая часть загрузить ядро, то есть драйвер файловой системы, открываем файл систему, находим там ядро, грузим это ядро. Хорошая годная часть. А вот вторая часть найти все нужные модули, скомпоновать ядро с этими модулями, после чего мы увидим корневую файловую систему, она смонтируется, после чего можно будет загружать операционную систему. Вот эта часть естественно в загрузчик не входит. А куда она входит? Как сделать так, чтобы загрузить операционную систему, загрузить модуль операционной системы? Ответ очень простой. Давайте мы загрузим операционную систему, а она загрузит модули. В том смысле, что гораздо проще не загрузчик научить компоновать ядро с драйверами, ну скажем, дискового контроллера, а загрузить наскоро какой-то маленький маленький линукс, совсем маленький, который только умеет делать, что брать драйвера этого дискового контроллера и компоновать их с ядром, а дальше, когда такое получится, уже загрузить большой линукс. Такая фигня называется стартовый виртуальный диск. Вот, сейчас я прекращу бла-бла, потому что уже надоело. Такая фигня называется стартовый виртуальный диск. И в результате мы введением еще одного уровня косвенности добились очень-очень простой ситуации решения вопроса. Что умеет у нас вторичная загрузка? Загрузить ядро, положить его в память. И запустить это ядро. Что теперь у нас умеет вторичная загрузка? Загрузить ядро, положить его в память. Загрузить еще один кусок, положить его тоже в память и сказать ядро, ядро, вот это маленькая файлая системах памяти. Там нужные драйвера лежат. Ядро запускается, видит нужные драйвера, компонуется с ними. Там есть бинарники, которые позволяют делать. Компонуется с этими драйверами и начинает работать. Пять. ПЗУ. Загрузочный сектор. Первичный загрузчик. Вторичный загрузчик. Стартовый виртуальный диск, который, по сути, есть уже операционная система. Более того, есть такие изводы, особенно лифт дистрибутивов, когда в стартовый виртуальный диск запихивается вся операционная система целиком. Почему бы и нет? Но, как правило, нет. Вот, значит, вооруженные этим пятиштырьковым знанием. Мы сейчас посмотрим, как это происходит в нашем VirtualBox. Так. Значит, вот мы запускаем нашу виртуальную машину. Вот она. О, я нажал паузу. Обратите внимание, она пишет Press F12 to select boot device. Вот это Press F12 to select boot device. Это сообщение как раз загрузчиков ПЗУ. который у нас, как мы и говорили в начале лекции, предложит нам грузиться с нескольких внешних устройств. Вы такое видели в своих компьютерах, особенно в старых, потому что в новых там все слегка похитрее, я расскажу как. Вот. Вы такое видели в своих компьютерах, особенно в старых. значит, когда именно на уровне так называемого BIOS, BIOS Basic Input Output System, это комплект полезных подпрограмм, особенно работающих с вводом-выводом, которые обычно сопутствуют значит, раньше компьютерам. Сейчас вроде как от BIOS отказываются. Время тоже сейчас называется BIOS, но на самом деле не BIOS. расскажу. Расскажу. Значит, да, так вот, вот это сообщение про SF12 о Select Book Device, это сообщение как раз BIOS. Если я сейчас нажму, ну не BIOS, загрузчиков ПЗУ, если я сейчас нажму F12, давайте я успею это сделать, ой, не успел, ну ладно, сейчас повторим. вот, то вот этот простейший загрузчик в ПЗУ покажет нам некоторые варианты загрузки. В случае, если вы работаете не с виртуалкой, а с реальным железом, этот загрузчик в ПЗУ может быть очень и очень развесистый, особенно на современных машинах. Но суть от этого не меняется. Большая часть того, что вам предоставляют программы, прошитые в ПЗУ, это настройка, перенастройка параметров ваших компьютеров и его загрузки и каких-то деталей аппаратной работы. И, то, что нас интересует сегодня, выбор внешнего устройства для загрузки. Видите, он предлагает мне все те же четыре внешних устройства, да, жесткий диск, флопик, сидюк и лан. Вот. Если я сейчас нажму C, то он опять будет грузиться с сидюка. Давайте посмотрим. Вот, собственно, он загрузился с сидюка. Видите, слово загружка с жесткого диска лифсиди, бла-бла-бла. Вот. Если я сейчас нажму уйди отсюда. Если я сейчас нажму один, то он будет грузиться уже не сидюка. Видите, нету пункта загрузки жесткого диска. Это установленная система наша. Что сейчас перед нами? Перед нами прошедшие две стадии, проскочившие, две стадии загрузчика. Первичный и вторичный. Мы видим меню вторичного загрузчика. Первичный загрузчик, напоминаю, в редких случаях, например, в операционной системе FreeBSD первичный загрузчик написан немножко гениально и он позволяет выбирать с какого грузиться. Я хотел показать вам, но боюсь, просто запутаю всех. Если будут запросы, могу показать, как это устроено. Там очень простой код, но он правда гениально написан, очень ужатый, 400 с небольшим количеством байтов дописано до того, что он видит разные разделы, предлагается загрузиться с любого. Так вот, первичный загрузчик, как правило, написан так, что он просто грузит вторичный. Он просто знает, откуда его грузить. Какой-то такой записан обычно в пространство перед основным разделом, где-то там в свободные сектора, вот туда. Потом загрузился второй вторичный загрузчик. Вторичный загрузчик, он, как видите, хитрый. Если у вас, скажем, несколько операционных систем, у меня на компьютере, например, ну в смысле там еще есть, по-моему, я не удалил пока родную Ubuntu, я правда никогда ее не грузил ни разу, но она там есть, не знаю, зачем ее оставил. Значит, есть несколько вариантов загрузки, вот так называемый дополнительный параметр, просто новое меню, вот. Что самое интересное, этот вторичный загрузчик, который мы с вами видим, называется Group, вот, расшифровывается совершенно сумасшедше, Grand Unifier Booter, то есть великий универсальный загрузчик, вот, он уж давно не универсальный, хотя бесспорно великий, так вот, этот загрузчик позволяет модифицировать последовательность загрузки, смотрите внимательно вниз, тут написано For Additional Settings Press E, да, то есть мы нажимаем букву E и внезапно попадаем в редактор конфигурационного загрузочного файла, в котором на специальном языке описано, как грузить этот наш Linux. Тут есть много всяких волшебных слов, про которые я не успею рассказать. Что важно среди этих волшебных слов? важны два параметра Linux 16 и InitRD 16 Linux 16 это, собственно, название ядра, которое лежит в каталоге boot в Mlinus в Mlinus А, три параметра. Значит, нам нужно знать, где у нас загрузочный раздел, вот он, корень лежит, не загрузочный, корневой раздел, корень лежит на нулевом диске во втором разделе. Слово MS-DOS в данном случае означает, что мы используем старую, так сказать, так называемую DOS-овскую систему разбиения диска, а есть еще новая. Вот. Итак, нулевой диск, второй раздел. На этом нулевом диске в втором разделе будет использован драйвер файловой системы EX2. На самом деле на EX4, но, по-моему, они в этом случае совместимы. Дальше мы с помощью команды Linux 16, почему 16, не знаю, загрузим это самое ядро, которое называется boot в млинуз. В каталоге boot лежит ядро в млинуз. А вот это все так называемый параметр ядра. То есть мы можем модифицировать наш параметр загрузки. Ну, кстати, давайте напишем сюда слово azaza равно 1. Вот. Тем самым мы изменили параметры загрузки. Если кто-нибудь удосужится прочесть параметры загрузки ядра и увидеть там azaza равно 1, он очень удивится или наоборот обрадуется. Я думаю, что никто в текущей операционной системе не читает параметры azaza равно 1, но тем не менее. Вот. И тут всякие штуки, видите, по тому, например, куда засыпать. Вот видите, резьем равно. По тому, какой уникальный идентификатор имеет файловая системы с корнем. Вот это root равно uid trally-vally вот это вот. Это указание корневой файловой системы не по номеру, потому что номера могут и поменяться, а по ее уникальному идентификатору, который там всегда есть. Вот. А вот это вот initRD стартовый виртуальный диск. Значит, в память будет загружено ядро, в память будет загружено вот этот initRD dmg. Дальше ядру скажут, дорогое ядро, у тебя вот тут в памяти есть немножко файловой системы, там все, что нужно, лежит. Там лежит драйвер x4, там лежит драйвер контроллера, там лежит утилит, который позволяет эти драйверы, ну, модуль, да, модуль, модуль поддержки x4, модуль контроллера, утилит, который позволяет эти модули прилинковать к ядру, вот. А дальше ты смонтируешь root с правильного места, вот где тебе сказали, да, вот с этого уида, да, с раздела, имеющего вот этот уид, смонтируешь root и будешь работать. Вот. Значит, тем самым мы изменили сейчас последние загрузки, точнее мы вписали параметр ядру azaza, который ничего не значит. Дальше нам советуют нажать f10, ну, давайте нажмем f10. Что сейчас будет происходить? Сейчас загрузится по-быстрому ядро, вот оттуда, виртуальный диск, вот оттуда, и ядро скомпонуется с теми модулями, которые лежат на виртуальном диске, смонтируют корневую файл систему и продолжат работать. Это все довольно быстро будет происходить, вот загрузилось ядро, давайте мы нажмем escape, снимем занавеску, чтобы не было видно, вот, вот это уже загрузился старт в виртуальный диск, а вот теперь он грузит уже основную систему, все это очень быстро, поэтому мы посмотреть не успеем, но сейчас посмотрим в журнал. Вот, посмотрим в журнал. Сама система грузится слегка медленно, потому что она много читает с диска, видите, вот эта зелененькая лампочка моргает, вот, и потому что по умолчанию там даже, например, расшаривание папок по протоколу само включено в Simple Linux, то есть можно сделать файл помойку, раздавать его машинам на винде, вот это все. Ну, а вот и наш тест-юзер. Так, теперь давайте, о, большой экран. Ну, большой экран. Вот так вот, да, сделаем. Вот, теперь давайте посмотрим, что же там произошло, да, значит, я обещал показать, где что лежит, вот я сейчас покажу. Шмяк. Вот эту командочку def disk fill я подал на автомате. Я не хотел ее вам показывать, но это самая простая и самая понятная командочка для просмотра того, какие файловые системы в данный момент используются. Как видите, используется корневая файловая система, загруженная с, помните, что там было? Нулевой диск, второй раздел. Если считать, что диски нумеруются с буквы A, SDA, SDB, SDC, SDD, то это действительно нулевой диск SDA, и это действительно второй раздел. Файловая система корневая действительно смонтирована оттуда, откуда сказали. Ну, и всякие, всякие, значит, виртуальные файловые системы типа DEVA, типа SISA, ну, это понятно. Не вижу процессы здесь. Ну, наверное, он тоже есть. Я хотел показать не DF, я хотел показать LSBLK. Командочка LSBLK показывает нам все имеющиеся в наличии блочные устройства. вот. Это у нас наш диск. Вот это два разных варианта доступа к SIDUK. Как видите, у него размер один и тот же, просто один драйвер это как скайз-диск, а другой драйвер не знаю. КТ-C DVD, видимо, видим как DVD-юк, с которым, ну, медийный, с которым можно читать. Вот. у нас на диске A два раздела. Один из них это SWAP, другой корень. Что касается TMPFS, то я про это рассказывал довольно-таки давно в прошлом модуле. Хочу сказать, что в случае работающей живой системе TMPFS нужен для того, чтобы там заводить всякие временные штуки, он работает на несколько порядков быстрее, чем файлосистема на диске. Файлосистема в памяти в принципе намного быстрее, чем файлосистема на диске. Вот. Поэтому, если мы хотим создать каталог, в котором мы будем заводить много-много устройств, например, например, там вот, ну, тут, правда, так называемый UDFFS, он чуть более другой, но тоже TMPFS. Или, например, какой-нибудь там SISFS, да, и еще что-нибудь. Да, если мы хотим себе такой каталог создать, в котором мы будем заводить много-много файлов мелких, то TMPFS идеальный для этого случая кандидат. Вот. Еще, если мы хотим, например, просто очень быструю файловую систему, содержимое которых после перезагрузки компьютерами нас не волнует, тоже TMPFS то, что нужно. Например, как монтейнер пакетов, я собираю пакеты исключительно в TMPFS. То есть надо делать побольше памяти, побольше, значит, свопа. Вот. Кстати сказать, отличительное свойство TMPFS состоит в том, что оно заводится не в оперативной памяти, а в виртуальной. Это значит, что если вы его выжрали, то он просто полезет в своп. Вот. Ну и, в общем, удобная штука. В Linux используется в хвост и в гриву, как видите. Так, но я хотел сказать про другое. Я хотел сказать, что, а вот при загрузке стартового виртуального диска TMPFS просто необходим. Это чуть ли не единственный драйвер файловой системы, который есть по умолчанию в ядре. Ну, потому что стартовый виртуальный диск это и есть TMPFS. Ну, точнее, не совсем. Он не TMPFS, он называется RAMFS, по-моему, сейчас. Относительно того, с чего мы загрузились. Значит, да, давайте мы проверим, что наша командная строка ядра, которую мы задали при старте. Вот она. То есть, загрузив ядро, мы передали ей параметр разоза равно 1. Его можно просмотреть. На этом основании можно поделать какие-то системные действия. Вот это все. Вот. Теперь, значит, давайте посмотрим сам файл настройки. Он большой. Тот, который мы оперативно отредактировали, естественно, он не сохранился, но мы внесли эти изменения. Он лежит в каталоге boot. Кстати, довольно часто каталог boot оформляют отдельной файловой системой, чтобы можно было с ним работать. Вот этот файл boot в mlinus, который мы с вами загрузили, это на самом деле символная ссылка на конкретное ядро. Файл initrdmg, который мы загрузили, это на самом деле символная ссылка на конкретное initrd, собранный при установке ядра. Вот. А настройка, настройка, настройка файла, сейчас покажу, где... вот она. Вы увидите, что она, в общем, сложная. Поэтому посмотрите на то, с чего начинается этот конфиг, со словами, ребят, не редактируйте, конфиг это генерат. Boot не даром, не даром, значит, не даром он грант, не даром он большой, групп, групп, групп не даром большой грант, он обмазан большим количеством специальных скриптов, которые позволяют проверять, какие файлы системы видны, какие там есть штуки, про которые мы точно знаем, что с них можно загрузиться, например, пара, ядро и нетрд, да, вот это все проверять и на этом основании генерить вот этот конфиг файл, который, как видите, написан на каком-то языке, похожем, вроде как, даже на Shell, вот, хотя он не совсем Shell, потому что он интерпретируется грубым, шрифты какие-то загружаются в меню, ну, короче, красивые красивости, и вот тот entry, который мы с вами видели, когда нажали букву E, вот, вот сюда мы вписали ему это самое, азаза равно 1, групп умеет читать этот конфигурационный файл с того диска, на котором ему сказали, то есть в нем есть драйвер соответствующий, вот, ну и вот, если мы его сейчас отредактируем, кстати, что-нибудь может поменяться, я даже не знаю, стоит это делать или нет, для доказательства того, что я прав, бог бы с ним, наверное, не ставить, времени нет, значит, в общем, сложный конфигурационный файл, который, значит, генерится с помощью специальных скриптов, например, при обновлении ядра он генерится, сейчас попробуем обновить ядро, посмотрим, что получится, вот, давайте посмотрим еще вот на что, вот это у нас командачка demesg показывает системные сообщения, которые происходили до того, как система загрузилась, то самое, значит, что у нас делало ядро, вот у нас загрузилось ядро, вот оно говорит, мне передали вот такие параметры, дальше оно стало определять внешнее устройство, определяло, 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 много внешних устройств определило, так, а вот где-то здесь должно быть, где-то здесь должно быть, сейчас, ага, то здесь оно уже, вот, я махнул местами, сейчас, секунду, где-то в этом месте оно должно было загрузить нам модули, сейчас посмотрим, может быть, это не здесь надо смотреть, может, в локах это плохо видно, так, 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 и nitramfs, сейчас уже, да, давным-давно не nitrd, а nitramfs, ну, сейчас, да, что-то я не вижу, что в журнале было написано, что мы это делаем, но сейчас, сейчас заглянем в сам nitrd, я думаю, что мы там найдем, потому что, вот, с этого момента, с момента, когда мы загрузили nitrd, и загрузили нужные модули, ядро начинает, в него подгружают разнообразные драйвера, и ядро начинает распознавать всевозможные внешние диски, вот, где оно тут, ну, вот, да, да, вот это сообщение, собственно говоря, выводится потому, что был подключен модуль работы с, ну, когда-то это был интерфейс скази, потом его немножко переделали, теперь это сатана, на самом деле скази, да, вот, и был подгружен соответствующая подсистема, и она распознала внешний диск, вот, сейчас мы попробуем это найти в коде самого nitrd, а давайте теперь посмотрим, сколько модулей подгружено, вот, смотрите, помните, я говорил, что модуль, который, в смысле, что ядро довольно голое, а большая часть того железа, которое он распознает, распознается путем подгрузки модуля, вот, команда lsmod показывает, какое количество модулей у нас тут подгружено, и вот тут вот мы можем найти и x4, и вся звуковая подсистема, и, кстати, сказать, видите, вот эту штуку, это значит, что в нашей операционной системе уже есть гостевой драйвер для внешне этих самых разделяемых дисков, shared folder, и гостевой драйвер для, в принципе, работы с virtualbox, вот, что тут еще интересного, вот это вот драйверы, помните, чипсет назывался, PX, вот это вот драйверы чипсета, в частности, работы с диском, ну, и так дальше, и так дальше, то есть, фактически, у меня есть подозрение, сейчас мы его проверим, возможно, я не прав, у меня есть подозрение, что вот здесь вот в интерд, какого он размера, ну, такого размера, нехилого, 10 мегабайтов, содержится довольно обширный запас драйверов, достаточный для того, чтобы ядро потом загрузилось, и все остальные нужные драйвера с нужного места в умо. Так, давайте посмотрим, что это за файл, вот этот, вот этот вот. Так, он говорит, что это гзип. Хорошо, давайте попробуем его разгзипить. Ой, он так, я вспомнил, он очень многослойный, мы так просто его не, мы так просто его не посмотрим. Ну, жалко. Ладно, посмотрим, сейчас, может быть, не получится. Так. Вот. Это просто архив. Не так, cpo. И тогда не tvf, а и тв, что ли, и большое. Только mi, минус. img тормоз. И мы г. тормоз. О. Как видите, он ц... О, нет, нет, все шикарно, все шикарно, прям вот то, что нам нужно. Значит, еще раз, мы просматриваем содержимое вот этого стартового виртуального диска. он оказался никакой не специальной файловой системой, а просто самым обычным цпу архивом, замечу в скобках необычным, там их три склеенных, или два, или три склеенных друг за дружкой, но это, сейчас мы этим заморачиваться не будем, в котором содержится маленький линук, смотрите, каталог дев со всеми нужными девайсами, которые есть по умолчанию. Девнул, девзеру, деврандом, что еще нужно обычному человеку, консоль и псевдоконсоль, псевдотерминал. Вот. Некоторые стартовые сценарии, я думаю, что даже должен быть файл под названием slashbin slash init где-то в самом начале, давайте лучше лес скажем, что я кручу. Вот. Ну, а ведь не только bin init, еще, еще, о, вот, slash init, это файл, это управляющий скрипт. Обратите внимание на то, что в качестве самых нужных утилит используется тот самый busybox, о котором мы говорили на прошлой лекции. Да? Вот. То есть, это не обычные утилиты, а все утилиты свалены в одну, так сказать, в одну кучу, они все называются busybox, а поскольку они при запуске отличаются именем, они, вот. То есть, это не настоящий, как бы, очень маленький такой линукс. Вот. И это библиотеки, которые нужны для работы этих утилит. Вот. Это все такое неинтересное. А вот это то, что нас, собственно, интересовало. Нет, не это. Вот. Вот это то, что нас, собственно, интересовало. Это нужные для подгрузки драйвера и всякие настроечные файлы, чтобы ядро распознало текущую консоль, текущий диск и так дальше. Что мы видим? Подсистему работы с терминалом. Всякую. Всякую. Целиком туда запихнутые. Немножко, ну, практически ничего про, это самое, про сеть. Модули ядра. В частности, сеть IPv6. Проверка. Модуль, который считает контрольную сумму. Драйвер X4. Без которого все это не будет работать. Ну и где-то там должны быть драйвера, драйвер SCAZE. Помните подсистему SCAZE, которая запустилась? Вот. И где-то там должен быть еще чипсет. Или чипсет, чипсет как раз вкомпилирован в этот самый, в ядро. Я думаю, что вкомпилирован. По крайней мере, здесь его нет. Вот. Ну и тем не менее, большая часть тех драйверов, которые нам нужны для полноценной загрузки ядра, чтобы оно нашло, собственно, корень, смортировалось, оно засунуто в этот стартовый виртуальный диск. Такие дела. То есть, идея состоит в том, что вот этой парочке достаточно для того, чтобы потом загрузить уже настоящий Linux нормальный. Вот. И все, что происходит потом, это уже загрузка системы, о которой мы поговорим не сегодня. Все бы хорошо в этом описании. Ну, давайте прям, чтобы было понятно. Значит, вот это загрузочный сектор. Один. Вот это его программная часть. Где-то досюда. Видите, сообщинки какие-то, которые он выводит. Групп, UOM, hard disk, ERR, ну, короче говоря, первичный загрузчик, загрузочный сектор, который никто никогда не видит в случае грубо. А, нет, чуть больше. Вот. Вот досюда. Извините, соврал. Да. Вот она таблица разделов. Где она тут? Сейчас, секунду. Вот. Вот это таблица разделов, которая, собственно, сейчас мы ее посмотрим в нормальном виде, где записано, сколько и каких у нас разделов на диске. Вот это начался код грубо. То бишь, большого вторичного загрузчика, который где-то лежит дальше там в секторах. Видите? Ну, в общем, вот. Это, значит, все записано в самом начале нашего жесткого диска. Ну, чтобы окончательно с этим вопросом запутать, мы будем разобраться. Запустим какой-нибудь портет. Вот портет говорит, что у нас на диске два раздела, что таблица разделов типа MS-DOS, что там два раздела, один для свопа, другой для X4. Ну, в общем, вот. Соответственно, командочка LS-BLK покажет их в виде дерева, а командочка BLK-ID покажет присвоенный им уникальный идентификатор уид, вот такое вот страшное число гарантируется, механизм порождения этого страшного числа гарантирует, что во всех разделах они будут разные. Ну, вот, кстати, обратите внимание, что у нашего сидюка нет никакого нормального уида, а вместо уида есть вот такая вот фигня. Это, что касается, что касается простой системы. Это то, что мы видим внутри виртуалки. Вот. Значит, загружочный сектор в нулевом блоке, таблица разделов в нулевом блоке, в нулевом секторе в конце, потом групп, потом вот эта вся фигня. В чем недостаток этой системы? Он уже даже в лекциях там описывается. Недостаток этой системы состоит в том, что она очень старая. Формат разделов, формат описания размера, он совершенно не подходит к нынешней действительности. Какие-то цилиндры, какие-то головки, вот это все из прошлого отщелить. Вот. Кроме того, есть несколько всяких претензий к тому, как это выглядит. Кроме того, на самом деле, поскольку у нас нулевой сектор, он очень маленький, 512 байтов, в нем есть только для четырех разделов места. Соответственно, если мы хотим больше, приходится рисовать такую матрешку, значит, разделы-разделы, потом расширенный раздел, в нем еще один расширенный раздел и один обычный раздел. В этом еще одном расширенном еще один. Ну, короче, неприятная штука, можете посмотреть в книжке, как раз вот этой 2004 года, там эта картина описана. Вот. Это первая проблема. Вторая проблема, конечно, состоит в том, что вгородить вот эту матрешку из пяти уровней вложности не всегда хочется. Единственное, что я хотел про это рассказать, что когда мы реально монтируем файловую систему, мы пользуемся не именами дисков, а вот этим самым уидом. Вот, смотрите. Во. свод у нас расположен на устройстве, которое имеет вот такой уид, и корень у нас расположен на устройстве, которое имеет вот такой уид. Что это значит? Это значит, что ядро просто пошарит по всем имеющимся разделам, увидит нужный уид и смонтирует. Не ядро. Не ядро. Команда Маут. Вот. RealLife. Современный. Отличается от того, что нам предлагает виртуалка, просто виртуалка воспроизводит старые такие классические легоси штуки. Вот. В RealLife все немножко сложнее. Сейчас я попробую найти среди своих машин какую-нибудь, где это нормально видно. Сейчас. Давайте посмотрим, что у меня на рабочей машине. Там нет, там все не очень хорошо, потому что там сносилась винда и кое-какие настройки от нее остались. Вот моя машина в... Только рутом зайду. Вот моя машина в университете. Давайте. Для красоты. Убежал на другой экранчик, где у меня все суперпользователи. Вот. Да. Давайте посмотрим, что у нас на этой университетской машине. Два диска. Один из них один из них первый, другой второй. давайте попробуем сделать не так, а вот так. Вот мой любимый EDF. Смонтированы, как видите, оба. И SDA, и SDB. На одном из них четыре раздела, на другом три. На каждом из них есть по свопу. Оба свопа используются. Вот. Корень, как видите, на втором из них. А некоторые, некоторые, значит, три каталога SRV, SRV, LTM, SDA4 на первом из них. Если мне не изменяет память, если мне не изменяет память, второй диск, давайте попробуем сделать вот так вот. это был LSBLK. О! Ну, нет, так не интересно. Смотрите, это утилит, который работает с жесткими дисками на низком уровне. Показывает всякую информацию о них. Вот у нас есть, значит, SDA. Это какой-то Seagate-овский диск. У него размер, получается, какой? типа полтерабайта. Чуть меньше. Вот столько блоков, блоки полкилобайта, 512 байт. А вот это у нас гигабайт GP от Rally-Wally. Я думаю, что это SSD-шечка. Это SSD-шечка, и у нее размер чуть больше 100 чего гигабайтов. Да? Да, типичный SSD-шечка. Вот. Ну, понятно, значит, раньше стояла система на большом диске, потом мне достало, что он жутко медленный, и я поставил ее на SSD-шечку. Отсюда некоторые исторические наслоения. Я показываю содержимое этого компьютера не потому, что... О, нам пора заканчивать, да? Ну, еще немножко. Не потому, что исторические наслоения, а потому, что там использован другой режим загрузки. Смотрите. B, да? Тот, который с HD-шечка. В нем есть, как видите, три раздела. Один из них своп, один из них X4, который коин, и еще 267 мегабайтов, ну, вернее, это мебибайтов, а мегабайтов 256. под что-то, что называется, что называется FAT-16, то есть, вроде как DOS-ский раздел. Что это такое? Давайте посмотрим. Вот он. И это новая модная система загрузки. Да, обратите внимание, что таблица разделов здесь называется не DOS, а GPT. Это новая модная таблица разделов, которую он может содержать уже не только четыре, а сколько угодно разделов. соответственно, лежит она в другом месте, не в нулевом секторе, кажется, в первом, в первом, а не в нулевом, в первом и в последнем, а в нулевом не лежит. Как-то так. Вот. Зато там целый сектор, там нет программной части, загрузочный блок ей не нужен. Вот. Но все это меркнет, и она довольно странная, там она хранится, хранятся эти уиды, еще что-то, но все это меркнет перед вот этой новой модной последовательностью загрузки. Итак, у нас есть специальный раздел на нашем диске, который занимает минимум 128 мегабайтов, кажется, мы смотрели это в свое время в офисе. Значит, вот сейчас вот всегда файловая система там должна быть FAT16, то есть, как в DOS'е в старом. Вот. в которой должен быть подкаталог EFI, в этом подкаталоге EFI должно быть что-то, в этом подкаталоге что-то должны быть приложеньки. Идея состоит в том, что при старте компьютера из PZU, помните разделение на firmware и PZU, вот из PZU, загружается маленькая операционная система, которая называется EFI. Это EFI, такой универсальный загрузчик, например, придуман для того, чтобы можно было тут же проверить, подписано ли ядро операционной системы нужным ключом. Вот. Для так называемой доверенной загрузки. Вот. У этого EFI, это не просто загрузчик, у него есть, он может выполнять программы, вот то, что вы видите, это программы для EFI, их можно выполнять. Вот это программа для EFI, вот это программа для EFI, вот это и вот это. А вот это конфигурационный файл, внимание, для грубо, сейчас расскажу. Вот. На самом деле, у этого самого EFI есть свои собственные драйвера, например, драйвер видеокарты. На самом деле, у этого EFI есть даже некий middle layer, вы можете написать драйвер для EFI, а потом этот драйвер увидит операционные системы, будет им пользоваться. Вот. Все это, значит, в действительности находится на вашем жестком диске и существует, там и работает, и каждый раз включается, и иногда даже не выключается. Вот. Повторяю, это нужно, в первую очередь, для того, чтобы положить туда, еще вот здесь нету ни одного ключа, но в принципе, вы можете положить туда ключи, которыми подписаны ваши ядра, вернее, не так, ну да, ключи, которым подписаны ваши ядра, поверить эту подпись, ну короче, вот эта вот вся фигня про поверки цифровой подписи, вот это что. Вот. Все это загружается, представьте, при включении компьютера, потом вот это вот все умеет видеть на всех ваших устройствах каталог EFI, видеть там вот эти приложеньки, предлагать запуститься с тех, с которых можно, дальше запускается EFI-приложенька, она что-то делает, вот, ну и например, дальше продолжает загружать операционную систему. Что сделали в Linux? Они на все это посмотрели, ребята ужаснулись, сказали, так, у нас есть групп, давайте мы напишем групп, как EFI-приложеньку, вот она. Нет, вот. Обратите внимание, что он PE32, то есть это практически виндовое приложение. Ладно, да, напишем групп, как EFI-приложеньку, положим вот туда, вот эта вся машинерия его увидит, загрузит, а дальше сведем задачу предыдущей, классическая Linux-овая линия. Вот, давайте посмотрим еще групп, KFG, но я вас уверяю, он будет такой же. А, нет, все еще интересней, он еще проще. Смотрите, что тут написано, значит так, вот это, кстати, свойства EFI, это команда EFI-шная, найти, пожалуйста, нам UID, вспоминаем UID, скорее всего это будет HD1 в разделе GPT3, в нем есть каталог bootgroup, а в нем есть каталог групп KFG, и оттуда загрузить конфиг, и она загружает конфиг. А, соврал, это, конечно, не EFI-шная, извините, это не EFI-шная команда, это, разумеется, команда группа. Вот, такие дела, то есть, в действительности вся вот эта вот машинерия, связанная с EFI-шкой, у меня нет времени про нее рассказывать, рассказал бы, но в краткости это так, это маленькая операционная система со своим даже разделом на диски, куда нужно положить все нужные, все нужные исполняемые программы, нужные ключи, ну и в частности Linux грузится вот так. Windows грузится слегка не так, ну, не знаю, давайте посмотрим, может быть, у меня где-нибудь тут начало винды есть. Сейчас. Вот здесь, да? А, нет, это не то, вот здесь. Это тоже греф. Да, это тоже греф. Сейчас. Да, ладно тебе. Так. смотрите, вот останки, останки, значит, это еще одна проблема EFI, я сейчас закончу. Еще одна проблема EFI, которая встает в том, что останки всевозможных операционных систем, которые ставили туда свой софт, свои ключи, свои настройки, они все откладываются в этом каталоге, он в какой-то момент переполняется, все перестает работать. Так вот, значит, видите, сколько их тут уже? Вот это от Ubuntu, загрузчик, настройка, еще что-то. Вот это от винды, которая тут стояла. там какая-то своя, значит, богодельная. Это штука, связанная с апдейтом BIOS этого... Ну, короче, вы меня поняли, да? Это SHIM, SHIM, это приложенька для EFI, которая проверяет электронную подпись. В общем, вы меня поняли, это сложная штука, с которой надо разбираться, которая может во многих случаях не работать, собственно, она так и делает. С другой стороны, Legacy, которая предоставляет нам вот загрузка через рассказанное в начале лекции, местами просто хромает. Все, я и так сажал много вашего времени, у меня сейчас семинар, поэтому давайте мы на этом закончим, я вопросов не вижу, вот, соответственно, если их нету, то, я надеюсь, что их нету, то, наверное, тогда все. Спасибо.